В среду, 19 июня, в Рязанской областной думе состоялись публичные слушания по вопросу исполнения бюджета за 2012 год. Одним из приоритетов бюджета в минувшем году стала социальная сфера. Об итогах работы в этом направлении журналистам рассказала представитель благотворительного фонда «Наши дети», руководитель Рязанского геронатологического центра имени Матшина Наталья Епихина. Ну, знаете, социальная сфера настолько репетиционная, и по ней всегда очень много вопросов. И всегда хочется большего, и в данном социальной сфере всегда мало. Но я хочу с радостью отметить, что по сравнению с 2011 годом, в 2012 году на 25% повысилось финансирование социально-культурной сферы. И также могу отметить работы в государственном учреждении, что две программы реализуются. Очень важная для нас это старшее поколение и доступная среда. Потому что даже работая в Машинском магазине, мы благодаря программе старшего поколения смогли открыть школу «Сиделок», в которой у нас обучаются люди, у которых есть родственники, находящиеся в тяжелом состоянии, которым нужен уход. Мы обучаем людей, которые хотят сделать эту профессию. Потом также могу сказать, что в том году благодаря программе «Доступная среда» открылся в Центре галитации инвалидов. Тоже очень большая и важная подвижка. Из коллег не могу, конечно, не порадоваться, потому что Центр открылся для лиц без определенного места жительства. Я скажу, что очень много работы сделано в том году благодаря финансированию как раз из областного бюджета. Никогда такого не было, чтобы столько учреждений открылось. И, наверное, с гордостью могу сказать за нас, за своих коллег, что наши учреждения отремонтированы и имеют достойные условия для проживания пожилых людей-инвалидов. Продолжение следует...